Ремонт дорог, новый путепровод, рост зарплат бюджетников. Глава Барнаула Вячеслав Франк отчитался о работе за год. Не повторить 2018-й. В Крае масштабно готовятся к первой волне паводка. Она развивает парк и следует народным традициям. Накануне 8 марта знакомим с интересными жительницами Барнаула. Почти 5 килограммов наркотических веществ изъяли сотрудники ФСБ при задержании наркодельца. Житель Красноярского края намеревался сбывать их на территории Барнаула. По оценке Краевого управления ФСБ, специалистам удалось пресечь деятельность межрегионального наркоканала. Всего в машине обнаружили 15 свертков веществ из Новосибирска, Томска, Кемерово и Новокузнецка. Обвиняемый признал свою вину. Сейчас он заключен под стражу. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Неделя уже отличилась транспортными происшествиями. Сегодня утром на одном участке произошло сразу три ДТП подряд. Его участниками стали шесть машин. Это случилось на седьмом километре мостового перехода через Обь перед Барнаулом. Сначала с управлением не справился 37-летний мужчина на автомобиле Джак. Он столкнулся с Митсубиси, за рулем которого был пожилой мужчина. Сразу после женщина на такой же Митсубиси столкнулась с Тойотой, втянув в аварию еще две Тойоты. Пострадавших нет, но все участники ДТП понесли материальный ущерб. А водители других автомобилей оказались в большой пробке. Просто трешенина. Нестандартное ДТП случилось на улице 50 лет СССР. Подростки угнали машину родителей, но виновником аварии стал совершеннолетний водитель, который не уступил им дорогу и спровоцировал столкновение. Обошлось без серьезных травм. Кстати, накануне вечером в столице края произошло еще одно происшествие с такси. Мужчина средних лет напал на молодого водителя такси. Последнего госпитализировали. И это спустя пару дней после трагической смерти таксиста от рук нетрезвого пассажира. А еще одно происшествие чудом не привело к трагедии. Сегодня утром в Барнауле мусоровоз бил мальчика, сдавая назад. Мальчик стоял спиной к машине и не заметил, как подъехал мусоровоз. Услышав крик мальчика, водитель остановился, а испугавшийся ребенок выполз из-под машины. Оба отделались испугом. Так что будьте внимательны. 48 дорожных объектов отремонтировано в Барнауле в прошлом году. Завершено долгожданное строительство путепровода на новом рынке. Отмечен рекордно низкий уровень безработицы. На особом контроле постепенное повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. Это лишь несколько показателей работы администрации города и главы Барнаула Вячеслава Франко в 2023 году. Сегодня отчет выслушали и оценили депутаты и общественность. Много ли плюсов и какие проблемы необходимо решать как можно быстрее в нашем сюжете. Экономика – основа качества жизни барнаульцев. Достижений достаточно в металлургии, производстве вагонов и оборудовании, оптике и электронике. По словам главы города, рекордно низкий уровень безработицы отмечен в прошлом году. Год от года становятся лучше дороги краевого центра. В прошлом году работы велись на 48 объектах. Из них 34 – это дороги пригорода и частного сектора. Долгожданным стало завершение основных работ по реконструкции моста на новом рынке. Спасибо всем, кто принимал участие в этой работе. Могу сказать даже не как представитель дорожного направленности, а просто как человек, который сам за рулем передвигается. Город барнауль точно в плохую сторону не выделяется по России, а по соседям, по многим, даже как небо и земля нашей дороги в городе выглядит. Тот факт, что практически во всех сферах жизни краевой столицы есть прогрессивные изменения, отметили в Донгии уже после завершения доклада. А мэр сообщил, мы лидеры среди городов Сибири по строительству жилья, досрочно выполнили программу по расселению домов, признанных аварийными, до 2017 года, модернизируем и строим парки. Проблемный вопрос в Барнауле – пассажироперевозки. За это критикуют. Но, по словам Вячеслава Франко, выводы делают и работу проводят. Администрация города заключила долгосрочные контракты на обслуживание 17 автобусных маршрутов. Контракт предусматривает приобретение перевозчиками нового пассажирского транспорта. При поддержке бюджета города до 2030 года планируется обновить четверть автобусов, выходящих на линию. Депутаты от разных фракций, обсуждая отчет, тоже упомянули о транспортной проблеме и не только. Депутаты фракции «Единая Россия» проехали на новых трамваях в качестве пассажиров. Впечатление положительное. Вместе с тем, в этой отрасли еще остаются нерешенные вопросы. Один из них – несоблюдение графика движения на маршрутах. Этой проблемой еще предстоит заниматься нашему комитету по дорожному хозяйству и транспорту. Несмотря на сложности, результат работы администрации виден в реализации программ, национальных и региональных проектов, которые выполняют своевременно и качественно. Достижений в разы больше. И этот факт отметили и руководители партийных фракций Гордумы, и приглашенные гости. Только коммунистическая партия воздержалась при голосовании. Остальные отчет главы города поддержали. Каждый год ставится задача увеличения заработной платы. Мы говорим о том, что сегодня действительно у нас заработная плата увеличилась, как и в предприятиях по экономике, так и в бюджетных организациях. В городской администрации создана комиссия по работе с участниками СОО, где мы разбираем очень сложные вопросы. Хочется поблагодарить Вячеслава Генриховича за его активную позицию, за его понимание, за то, что он неравнодушен к данной категории. Открытость к диалогу, умение слышать и слушать, далее понимание тех проблем, которыми живет общественная организация, как представитель населения города. Вот это все сегодня характеризует деятельность нашей администрации. Поэтому я, если была возможность поставить оценку, ну твердая четверка-то это железно. Кстати, что касается общественного транспорта в Барнауле, по словам главы города, уже в 2024 году в краевую столицу доставят 41 новый автобус. Их пустят по самым важным и нуждающимся маршрутам. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Не повторить последствий 2018 года. Так звучит главная задача, которая сейчас стоит перед МЧС Алтайского края. Шесть лет назад был один из крупнейших паводков за всю историю региона. Сейчас существует угроза повторений стихийного бедствия. С чем это связано, расскажет Данил Кузнецов. Если такой парад техники с сине-оранжевыми полосами проезжает рядом, то вариантов два. Либо кто-то действительно тонет, либо проходят учения МЧС. К счастью, второй вариант. Спасатели края готовятся к весеннему паводку и в первую очередь тренируются вытаскивать утопающих. И осуществляет доставку вместо провала под лед самодельного средства помощи, которое представляет собой деревянную лестницу, на обоих контактах которой имеются петли для удержания спасателя с пострадавшим во время транспортировки. Помимо спасателей, в импровизированном штабе рядом с Затоном и другие службы – полиция, энергетики, медики – отчитываются о готовности к половодию заместителю председателя Алтайского края Игорю Степаненко. Толщина льда по состоянию на 29 февраля по водным объектам у нас ниже среднемноголетних значений незначительно. И таким образом, при неблагоприятном развитии метеоситуации, уже в 3 декабря, возможно вскрытие малых репкредгоря Алтая. Эксперты заявляют, что беспокоиться не стоит, все службы готовы. Однако риски есть всегда. И в 2024 спасатели опасаются повторения первой волны 2018 года, когда в крае затопило тысячи домов. Тогда причиной такого сценария стала промерзшая земля. Для некоторых районов эта зима тоже стала малоснежной. Замерзший грунт не впитывает талые воды, и они уходят в низины. Когда земля промерзшая, значит, тогда мы понимаем, что если резкое потепление, не дай бог еще с дождями, то, конечно же, в это время ждите того, с чем придется бороться. Состав формирований, конечно же, у нас улучшился. Улучшилась и федеральная группировка, улучшилась группировка подразделений территориальной системы РСЧС. Мы продемонстрировали только малую часть сей группировки. Порядка 2000 человек, порядка 300 единиц техники. Это только группировка, которая предназначена для оперативного реагирования. Также на случай худшего сценария развития ситуации по всему Алтайскому краю сделали 400 пунктов временного размещения для 60 тысяч человек. Но оценить предстоящий масштаб паводка можно будет лишь в конце марта, начале апреля. Даню Кузнецов, Алексей Фризин. День с толком. Продажи превосходят даже самые смелые ожидания. Так застройщики комментируют возросший спрос населения на индивидуальное жилищное строительство. Тем более, что сейчас дом можно купить по цене квартиры. Строить хотят, но в последнее время на первый план выходит проблема отсутствия необходимых стройматериалов. Как ее своевременно решить? Обсудить это собрались представители заводов-производителей и застройщиков на конференции, организованной компанией «Альтера», давно и успешно работающей на рынке стройматериалов. Далее подробнее. Вместе они еще не собирались. Но время требует. В многоэтажном и промышленном строительстве совместное обсуждение насущных проблем застройщиков, производителей стройматериалов и их продавцов уже давно норма. Что касается индивидуального жилищного строительства, то эта конференция, пожалуй, первая. Желание участвовать изъявили порядка 20 компаний-застройщиков. Дефицит стройматериалов, пожалуй, основная тема обсуждения. Дефицит возникает просто. Застройщик планирует весной, завод планирует зимой. Соответственно, в момент пиковой отгрузки возникает дефицит товара. Таким образом, мы получаем большую стоимость квадратного метра на выходе как потребитель. Руководитель известной строительной компании согласен. Нужно общаться и договариваться. Клиентов, желающих жить на земле, становится все больше. В период массового закупа у нас иногда заводы просто встают. А встают на ремонт. Что самое удивительное, нам приходится покупать в других регионах. Что самое удивительное, мы в том году убрали кирпич с Белгорода, это практически европейская часть, и Щелябинска. То есть мы везем в Сибирь кирпич, который находится в других регионах, который рассчитан на европейскую часть. Потому что мы не можем предоставить тот объем, который нам нужен. Но эта проблема практически решена. Компания «Альтера» закупает кирпич у наших соседей новосибирцев, компании «Лекалор». Завод, где производят кирпич, в свое время строили немцы. Немцы ушли, завод остался. И изготавливает стройматериал 365 дней в году. Покупают его со всей России. В том числе и компания «Алтайского края». Запаса кирпича, который сформировала «Альтера» на своих складах, к примеру, хватит для закрытия фасадов 200 частных домов. А в апреле в компании появятся новинки, которые смогут заместить импортные аналоги. Канал ИЖС для нас очень перспективный. То есть он развивается. Сами знаете, что 56% за прошлый год сдали в общем по стране только многоэтажное домостроение ИЖС. По указу Владимира Владимировича мы активно занимаемся импортозамещением. На самом деле, действительно, новинок за последние несколько лет появилось очень много. Мы действительно стараемся заместить, так скажем, выпадающий ассортимент наших иностранных коллег с европейской части. Все новинки, безусловно, апробируются на домашнем регионе. А «Алтай» для нас – это домашний регион. В ближайшее время рынок Алтая видит все то, что мы, кажется, наработали. Организаторы конференции тоже поделились своими наработками в сфере ИЖС. Рассказали, как клиенты «Альтеры» обеспечивают себе гарантированный запас строематериалов на складах компании. Как тестируют новинки на своих объектах, влияют на ассортимент и пользуются преимуществами сервиса «Альтеры». Кстати, уже запланирована следующая встреча. Она пройдет в ноябре. Спикерами будут застройщики из других регионов. Лучших животноводов Алтайского края наградили сегодня в Театре драмы. На торжественное мероприятие пригласили несколько сотен доярок, телятниц, ветврачей со всего региона. Наша съемочная группа смогла пообщаться с лучшими из лучших и узнать, как из года в год им удается сохранять преданность профессии и на протяжении многих лет выходить на рекордные показатели. За ваш труд, преданность своему делу, за ваши высокие достижения. Спасибо большое. Сегодня в их честь звучат слова благодарности и громкие аплодисменты. В зрительном зале сотни животноводов со всего Алтайского края. Получают заслуженные награды из рук губернатора Виктора Томенко. В прошлом году работники животноводства вышли на рекордные показатели в отрасли. Так, некоторые доярки достигли максимальной надой в регионе. 12,5 тысяч килограммов молока на корову. Работа, признаются представительницы сельского хозяйства, любимая. Но иногда приходится мириться с характером подопечных. Самое тяжелое – это то, что все равно где-то корову пнуть может, где-то что-то. Но это физически тяжело. То есть у нее плохое настроение бывает у животных? Ну, бывает. Как справляетесь? Лаской. На слез животноводов приехали и представители такой редкой, но важной профессии – ассиминаторы. Именно они помогают корове зачать и выносить здорового теленка. Так ассиминаторы Стабунского района Татьяна Тикон, лауреат губернаторской премии за верность профессии, поделилась секретами своего ремесла. Самое главное – выявить корову в охоте. Это надо найти оптимальное время, чтобы ее осеменить. Смотрим семя на активность, массажируем как следует, проверяем все, осеменяем и получается результат. На встречу зашла речь и о проблемах в животноводстве. В этом году на Алтай обрушилась засуха. Уменьшилась и взлетела в цене кормовая база. Прошлый год, признаются животноводы, добавил экономических сложностей. Виктор Томенко отметил на слете животноводов, что сегодня в Алтайском крае реализуется сразу несколько крупных инвестиционных проектов. Общим объемом инвестиций около 36 миллиардов рублей, благодаря чему получается укреплять и развивать агропромышленный комплекс региона в целом и, безусловно, оказывать поддержку животноводам. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Детский кружок по робототехнике из Новоалтайска дважды стал призером Всероссийского конкурса кружков от Национальной технической инициативы. Первая победная номинация – технологические кружки. Вторая – лучший кружок для школьников по искусственному интеллекту от благотворительного фонда спонсора. При этом в рамках конкурса жюри оценивало работу именно руководителей. Двойную победу в Новоалтайск привез Алексей Борисов. Он учит школьников не только строить роботов из конструктора, но и разбираться в программах, в принципах работы искусственного интеллекта, осваивать 3D-моделирование. Программа перетекающая. То есть начинается с 7 лет и идет на усложнение, на усложнение, на усложнение. Более сложные наборы приходят. То есть там уже идут камеры с искусственным интеллектом. То есть она позволяет, эта камера, распознавать дорожные знаки, цифры, жесты, эмоции. Юные представители Алтайского края стали победителями и финалистами Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Менделеева, который проходил в Москве. Соперниками 11 алтайских школьников было несколько тысяч детей со всей страны. Но именно наши работы жюри оценило по достоинству. Одна из них рассказывала о латышском поселении в Кытмановском районе. Оно появилось там в 1903 году и просуществовало 30 лет. Искали людей, свидетельство людей, потомки в 3-4 поколениях, которые являются свидетелями этого события. Мы общались лично с ними, составляли мемораты, это то есть воспоминания. То есть самым ценным материалом в моей работе является именно свидетельство людей о данном событии. Еще один школьник представил всей стране свое исследование о том, как на территории Троицкого района располагались лагеря во время сталинских репрессий. Парень собрал информацию о быте и условиях жизни заключенных. Среди заключенных их, опять же, условия были ужасные, там с отоплением проблемы были, жили в холоде, само собой, болезни, антисанитария распространялись. При этом весьма тяжелые работы каждый день. А спецпредселенцы, то есть это люди их не заключали, но их просто своего родного места пересылали вот к нам. В большей деревне они жили, то есть их без всего пересылали. Они должны были с нуля строить свою жизнь. В Алтайском крае сожгли 120 нидерландских хризантем, импортируемых из Казахстана. В них обнаружили насекомое-переносчика опасных вирусных заболеваний для целого круга растений. По сообщению Алтайского центра оценки качества зерна, карантинного вредителя обнаружили в партии в 19 тысяч штук свежих срезанных цветов и бутонов. Исследование выявило 120 зараженных западным цветочным трипсом. Он способен вредить всем овощным культурам и декоративно-цветочным растениям. Зараженные цветы, а все они были сорта зеленой хризантемы, сожгли. Все это делается для того, чтобы до потребителя дошли безопасные цветы, что особенно актуально в преддверии 8 марта. Цветы – самый классический вариант порадовать своих дам. На чем останавливают свой выбор барнаульцы и чего они ждут в этот день, узнал Дмитрий Дроздов. Цветы девушки. О, классно. А какие цветы? Тюльпаны любят. Надо сначала проникнуться вообще, узнать их желание, что они хотят, а потом уже подстраиваться под каждого. Но дарить буду обязательно всем, своим женщинам. А цветы будете дарить? Ну да. Какие, если не секрет? Ну классика, наверное. Тюльпаны? Ну да. Почему именно тюльпаны выбирают? Ну какой-то символ весны. Я люблю белые розы. А что будете дарить, может быть, мамам, бабушкам, родственникам? Я хочу подарить цветы, хочу сказать добрые слова, которые, может быть, удерживала в течение года, а их надо говорить. Все я люблю. А в преддверии 8 марта какой бы подарок хотели получить? Или не подарок, а может быть, внимание близких, родных? Ну главное, чтобы они все здоровы были, радованы мне все. А подарки любые, от них привык с удовольствием. Скоро 8 марта, а какой бы вы подарок хотели получить? Подарок? Чтоб дети мои пришли ко мне, и внуки, и правнуки. 17 марта в парке «Юбилейный» проведут масленицу с конкурсом блинов и сжиганием трехметрового чучела. Организацией таких массовых праздников регулярно занимается Барнаульская общественная группа. С одной из активисток, Натальей Васильевой, накануне «Женского дня» 8 марта познакомилась наша съемочная группа. Мы в наш парк «Юбилейный» едем, как тогда в пионерское лето. Парк всегда в нашем сердце живет, он как вешнее солнце на свете. Автор стихов про парк «Юбилейный», жительница Барнаула, общественница и просто удивительная женщина Наталья Васильева. Народные традиции и ее давние увлечения. Этими знаниями она делится на праздниках, которые сама же организует – на носу масленица. Одни возрождают парк благоустройством, а она вдыхает жизнь. «Мы пригласили в прошлом году и будем приглашать дендрарий. Боже, это же можно сделать второй дендрарий». Наталья – музыкант, историк, гид-экскурсовод, учится стрелять из лука, расписывает платье и через все занятия проносит народные мотивы. Вот такая спинка, лен. Это все, ребята, это манжерок, потому что мы там с ней были. И там на манжерке в свое время росли белые лилии и золотые лилии. Ну, это вот мы их взяли, нарисовали. В доме Натальи много интересных вещей. Стол в виде змеи, люстры с павлинами, подносы ручной работы. «Мебель вся сделана руками Петра Петровича. Вот его место, мужское место. Это всегда утром у нас. Он сидит, здесь пьет чай. Я сижу напротив, я уже так вот. Я сижу напротив, и мы, например, иногда беседуем. О чем? Нам очень обоим нравится литература». В частности, поэзия. Супруги регулярно проводят литературные вечера, собирая по 15 человек. «И было на службе, и в сердце. У них огромное небо, огромное небо, огромное небо. Одно на двоих». А еще Наталья обязательно выделяет время на поездки. Тобольск, Казань, Томск, Ямал, Санкт-Петербург. Неполный список городов, где она была. «Я просто поражаюсь ее вот этой всей. Я говорю, ты куда опять? Ну, у нее такой, ее пыл такой, такой зуд общественный. Она бывала, уезжала и куда-нибудь. Даже поехала в Питер, я погощу там на 40 дней. Знаете, в один год взял, что посчитал. Год 365 дней. Наташа, а тебя дома не было за год. Где-то дней 120 с чем-то». В планах поездка на зимний Байкал, на ледовый фестиваль, а в мечтах – всемирное мероприятие под названием «Игры кочевников». Причем не просто его посещение, но и участие, а возможно и создание аналогов в Барнауле. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком.